Тайн больше нет. Северная Корея похоже похитила самые секретные планы со сценариями боевых действий против Ким Чен Ына. Масштаб утечки грандиозный, ущерб сложно даже оценить. Дмитрий Анопченко выяснял, что похитили и что штаты предпримут теперь. О том, что на режим Кима работают серьезные хакеры, поговаривали давно. Но все только отмахивались, мол, это скорее всего пропаганда. Потом начались атаки на западные банки. В условиях санкции правящей верхушке понадобились деньги. А теперь и вовсе КНДР похитила совершенно секретные военные данные. Об утечке стало известно от депутатов Южнокорейского парламента. По их словам, из суперзащищенных киберсетей хакерам удалось утащить, только вдумайтесь, 235 гигабайт различных документов. И до сих пор точно не установлено, как много секретов попало им в руки. Но понятно одно, Ким Чен Ыну теперь достоверно известно, что именно против него планировали предпринять. Похищен так называемый оперативный план 50-15. Детальное описание, как США и Южная Корея собирались ликвидировать руководство КНДР. И совершенно секретный план 3100. Порядок действий на случай, если Пхеньян начнет атаку. Более того, диктатору якобы попали в руки и схемы взаимодействия Южнокорейского спецназа с американскими подразделениями, и детальная информация обо всех военных базах на территории Южной Кореи. В Пентагоне некоторых журналистов собрали на разговор, что называется, не под запись. Я тоже на этой встрече присутствовал. Так вот, выяснилось, что американское военное ведомство сейчас очень сдержанно и осторожно комментирует эту северокорейскую ситуацию. Было заявлено, что военные не имеют права, не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сам факт этой атаки, что уже, согласитесь, о многом говорит. Запомнились и слова пресс-секретаря Пентагона Роба Меннинга. Он сказал, что, в принципе, уверен в безопасности американских военных планов, в том числе и в отношении КНДР, и в том, что американские военные способны справиться с этой угрозой. Но если хакерская атака реальна, а уклончивый ответ военных – свидетельство того, что это именно так, то ситуация усложнилась еще больше. Что делать с КНДР? Мир и без того толком решить не мог. Теперь придется срочно разрабатывать новые стратегические планы. И это учитывая, что и четких политических планов в отношении КНДР у команды Трампа пока тоже нет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Спасибо.